Наша героиня Наталья стала мамой во второй раз и с головой ушла в воспитание малыша, напрочь забыв о том, что она женщина. А мы помогли ей раскрыться. А её новый образ оценит настоящий мужчина. Итак, с нами в студии актёр сериалов Артём Лысков. Здравствуйте, Артём, добро пожаловать. Артём Лысков. Актёр. Снимался в сериалах «Ранетки» и «Как я стал русским» на СТС. Фэшн-фотограф Андрей Байда. Здравствуйте. Андрей Байда. Фэшн-фотограф. В его объективе блистают самые известные и обворожительные девушки страны. Митя Фомин. Доброе утро. Митя Фомин. Певец и телеведущий. Своим бесконечным обаянием и всего лишь одной песней убедил женщину, что у них всё будет хорошо. Скажите, пожалуйста, а важна ли откровенность в отношениях? Безусловно, потому что на этом строится вообще отношение. Это работа в первую очередь, да? Давайте не будем это скрывать. Потому что, конечно, хочется всем сразу романтик, бла-бла-бла, но это в первую очередь отношение. Я считаю, что работа работой, но всё-таки отношение – это в первую очередь игра. Потому что мужчина и женщина, они всё время находятся по разную сторону баррикад. Нужно где-то себя обманывать, где-то что-то недоговаривать, где-то интриговать, где-то играть. Я считаю, что какие-то моменты всё равно должны оставаться где-то там, между подружками, между девочками. То есть нужно обсуждать всё, какие-то серьёзные моменты, но не абсолютно всё. Ну что же, прямо сейчас вы познакомитесь с нашей героиней Натальей. А вот и Наталья. Мне что-то, меня немножко смущают брюки, потому что, не знаю, как-то вот у меня вот эта часть, вот где топ и брюки, вот здесь какой-то у меня вопрос. Линия талии? Что смущает? Линия талии? Вот да, мне хочется, может быть, какое-то, что-то подчеркнуть, там, я не знаю, какой-нибудь поясок, может быть. Так, курска заканчивается именно на том месте, где начинается талия, чтобы был акцент. То, что я вижу выше пояса, например, я увидел, что нравится многим. Великолепная грудь. Абсолютно прекрасная грудь. Золото и кальзе. И при этом она так удачно положена, что на нее все время хочется смотреть. Да, но при этом не выглядит пошло. Сексуально? Да, такая тонкая грань. Многие девушки мечтают иметь встроенную фигуру и всю жизнь ищут ответ на вопрос, что съесть, чтобы похудеть. Сейчас мы раскроем этот секрет. Следить за фигурой проще, если всегда с собой батончик Турбослим для похудения. Полезный перекус без лишних калорий. Он содержит молочный белок, пищевые волокна, а также элькарнитин, который способствует сжиганию жиров. Ешьте и будьте стройны. Это вам. Спасибо большое. Ну что же, впереди второй образ. Удивите нас. Спасибо. Я себя ощущаю молодой, в приподнятом настроении, такой летящий, порхающий. Такой бабочкой. В какие места должна ходить женщина, чтобы познакомиться с настоящим мужчиной? Куда? В публичные, конечно, места. Ну как, и библиотеку? Ну почему бы нет? В консерваторию? Сейчас очень многие знакомятся на платформах интернета, например. Я вспомнил, на вокзале. Нет, а между прочим, в метро очень многие знакомятся, у меня такое ощущение. Да? Это не рискованно? Смотря с какой целью вы знакомитесь. Общаться? Нет, но общаться можно... Слушайте, общаться, общение, общение рознь, так сказать. Если мы говорим об учении и женщины, то они, естественно, что ими движут не только общение, но и, наверное, отношения. Если мы говорим об отношениях, то любое место, ресторан или кино, ну что еще есть, ребята? Да все что угодно. Та же библиотека. Хотя они, как бы это банально не звучало, даже ходят. А ходят сейчас люди в библиотеки? Ходят. Я люблю, я люблю, я бы с удовольствием ходил в библиотеку. В России ходят. Вы даже не нравились, что садил в библиотеку. Последний раз, когда вы были в библиотеке? Скажите, пожалуйста, Андрей, честно. Года три назад. Я был в библиотеке, правда, не в Москве. Артем, вы были? Да, я был в седьмом классе последний раз. Вы простите, я обрадовалась. Но самое главное, мне кажется, что, я с Митей согласен, абсолютно цель рождает средства. Поэтому, если вы хотите познакомиться с умным, тогда библиотеку. Умных уже давно библиотеки нет. Для этого есть компьютер, интернет, конечно. Нет, ну может быть он пишет какую-нибудь диссертацию, и почему? Ну что же, прямо сейчас я предлагаю увидеть второй образ Наташи. Пожалуйста. Давайте, Андрей. Первый. Так, ну первое, что мне бросается в глаза, что мне, в принципе, не нравится в любом стиле, когда кроссовки и подвернутые джинсы. Почему? Укорачивает. Укорачивает прям до невозможности. Да, и кажется, что человек ниже, ниже на полголовы. Мне нравится все, кроме одной детали. Я бы не сочетал, например, цвет парки с цветом кроссовок. Хорошо, согласна, можно. И может быть, если бы вы занялись чуть-чуть спортом, то вы бы вообще были бы неотразимы. Поэтому никто бы вам не смог сказать, что у вас что-то не так с ногами. Обещаете? Обещаю. Замечательно. Ну, малышу на самом деле полтора года, все в Наташи руках. Он сейчас побежит, я за ним. Будете бегать вместе. Здорово. Браво. Ну что же, это еще не все на самом деле. У нас для вас есть подарок. Наташа, мы очень рады, что вы улыбаетесь. Теперь можем спокойно отпускать вас на то еще весне и ярким впечатлением. Наслаждайтесь жизнью и собой. О простуде и гриппе даже не думайте, ведь бороться с ней будет помогать Кагоцеллу. Этот универсальный противовирусный препарат применяется для профилактики при первых симптомах простуды и гриппа и даже при их запоздалом лечении. Это вам. Спасибо. Ну что же, впереди третий образ. Это не мое. То есть я никогда раньше это не одевала. Вот, тем более такой какой-то военный милитерный стиль. Мне кажется, он мужским. Вот, пока мне непонятно, но я же экспериментирую. Я иду вперед, я совершенствуюсь. Поэтому все впереди. Наша героиня была замужем за американцем. А вот вы бы смогли бы жениться на девушке из другой страны, с другим менталитетом и, возможно, даже переехать в ее страну? Я смогла. Я думаю, что это очень интересный опыт. Более того, он у меня был. И, собственно, это, мне кажется, тренд времени. Какое стране вы жили? Я жил в Великобритании, я жил в США. И я периодически живу в Италии. Приезжайте в гости. Да, это наша любимая страна. Так вот, еще я могу сказать, как биолог, дальнородственные вообще связи и дальнородственные браки, они, как правило, приносят очень интересных и талантливых детей. Поэтому это очень важно. И творчески одаренных. Общаться все-таки с девушкой другой культуры. Возможно, я бы не смог... Переехать в другую страну? Нет, я бы смог переехать в другую страну, но со своей любимой девушкой, которая, в моем понимании, должна быть русской. Потому что все-таки все вот эти вот... Разная ментальность, разные традиции. То есть, как бы я не знал язык, как бы она не выучила язык, все равно будет разность понимания каких-то моментов. А я считаю, что мы с женой должны понимать друг друга с полуслова прямо вот. Ну, Андрюш, я... Да, я не соглашусь. Я, конечно, понимаю, зачастую случается так, как вы говорите. Но у меня получилось по-другому. Человеку интересно. Ему нравятся наши традиции, мне нравятся его традиции. Мы просто подошли друг к другу. Да, переплетение двух культур. Это абсолютно действительно... Люди встречаются, они либо сходятся, либо не сходятся. У меня был опыт. Я тоже учился в США. Но я учился на артиста там. То есть, у меня было ощущение того, что язык, он как-то рядом, близко. То есть, я не думал об этом. Вообще, иногда говорят, что артисты, не думайте. Да, меньше думайте, будет лучше получаться. Подключайте свою какую-то эмоциональность. И вот мне кажется, на эмоциональном уровне такие отношения, не будем называть это браком, да? Да, да, отношения. Не все отношения выводят в брак, да? Но и вот это очень интересно. Да, действительно, я согласна. Потому что у меня так же и получилось. Потому что мне очень нравится их раскрепощенность. Вот. Да, например. Мне нравится наше глубокое понимание многого чего. То есть, у нас нет таких поверхностных восприятий. Это очень хороший синтез. Да, очень русские и итальянцы близки друг к другу. Я вообще не вижу никаких нет для того, чтобы браки были по любви. Они случаться могут где угодно. Это самое главное. За пределами страны. Любовь. И мне кажется, чем меньше границ, чем меньше предрассудков, чем меньше штампов, тем больше и свободнее люди будут жить в принципе. Ну что же, прямо сейчас мы увидим финальный образ нашей героини Наташи. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Модная! Прикольно! Прикольно! Он действительно модно, стильно, современно, ярко. Мне хочется вам все время что-нибудь отрезать. Я бы через полгода отрезал вам подол. Отрезал бы вам... По колено, да? По колено. А может быть даже чуть-чуть выше. У вас прекрасные вот эти вот обувь, я не знаю, как она называется, но она... Слепоны! Слепоны! Прекрасные слепоны. Мне кажется, что может быть какие-то бусы вот обросить. Да? Как бы если... Если на вечер. Ну что, яркое платье! Простите внимание! Так и надо было с самого начала. Что же раскрывались вот этого самого... А это изюминка в образе. Я бы немножко укоротил платье, посмотрел бы. Может быть это будет совсем по-другому, потому что порой иногда, если изменишь в луке что-то чуть-чуть, все меняется. Предлагаю, Артем, например, туфли на высоком каблуке с такой же длиной платья. Нет? Мне очень нравится эта обувь. И мне очень нравится куртка. Мне в целом, в целом очень нравится образ, но я понимаю, что если она, например, придет куда-то в кафе и снимет куртку, то этот образ уже не будет так гармоничен, потому что такое длинное платье с такой обувью будет смотреться уже... Оно ее уменьшит очень сильно. То есть нравится, что есть куртка, платье и обувь? Мне нравится в целом образ, но если что-то здесь менять или куда-то приходить, то это уже будет не так. И плюс мне не нравится, что сумка очень сильно выбивается. Я бы все-таки оставил два цвета, которые бы больше... Ну, вообще в целом в луке оставил бы только два цвета. То есть не нравится, что добавили еще рыжий цвет? Вы считаете, что неуместен? А может, ребята, вы придираете? А я бы ее оставил, потому что она крокодиловая. Наташа, вы пришли к нам на проект для того, чтобы мы вас полностью изменили. Для того, чтобы потом увидеть горящие глаза вашего мужа. Мы считаем, что вы изменились не только внешне, но и внутренне. Это так? Так. Я хочу сказать вам огромнейшее спасибо, моя любимая Ташенька, Наташенька, за свое преображение. Я чувствую себя просто солнышком. Таким летним, весенним, летним, красивым солнышком. Это видно. И готова греть всех вокруг. Отлично. А мужчинам отдельное спасибо за комплименты. Спасибо вам. Да, действительно. Спасибо большое, Наташа, вам. Вы большая умница. И спасибо вам, дорогие мужчины, за ваши комплименты, за вашу конструктивную критику. Спасибо вам огромное. Спасибо, Наташа, удачи. У вас все получится.